Режил записать такое видео, типа обучалка, про такое классное расширение, которое называется Alitools, и которое помогает экономить при покупках на Алиэкспрессе. Ссылку на сайт этого расширения я оставлю под видео, и когда вы по ней перейдете, попадете на вот такой вот сайт. Alitools, ваш надежный помощник на Алиэкспресс. И вот здесь вот кнопочка установить расширение. Также его можно ставить в Opera, в Яндекс браузер. Ну, я так понял, все хромоподобные браузеры, то есть Chromium, Nechromium и тому подобное, которые используют ядро хрома. Кстати, да, кто не знал, Opera, последняя версия, использует тоже ядро хрома. Поэтому, получается, делятся браузеры на Mozilla и на хром. Вот так вот, такая фигня. Но это мы немножко отвлеклись. Итак, клацаем на кнопку установить. Установить расширение. Установить. Расширение установлено. Отлично. И здесь еще вот какой-то конкурс проходит до 20 ноября. Тут еще какие-то призы можно получить, если вы до 20 ноября поставите себе это расширение. И поучаствуйте в конкурсе. Но мы сейчас не об этом. Сейчас мы клацаем на это расширение. И выбираем перейти на AliExpress. И сейчас мы посмотрим, как это все работает. Не знаю, что-нибудь выберем. Давайте, например, телефоны какие-нибудь. Восьмиядерные, например. Раз. И давайте какой-нибудь выберем. Например, давайте вот этот посмотрим, что здесь у нас. Переходим на страницу. И в нижнем левом углу у нас появляется вот такая вот иконочка. Клацаем по ней. И первую вкладку мы пока не пропустим. Переходим ко второй. И на второй мы видим рейтинг продавца. Ну, таких вот расширений дофига и больше. Которые вот показывают рейтинг продавца. Их много очень для хрома. Ну и хромоподобных тоже браузеров. Поэтому тут как бы, я думаю, если вы такое не видели, то вам будет интересно посмотреть. Я такие приколы видел и не раз. Поэтому как-то тут ничего интересного для меня нет. Ну, тут продавец на площадке более года. 20 покупателей, недовольные товаром. Все такое. Тут, в принципе, можно вот рейтинг смотреть вот по вот этой штучке. Но тут немножко подробнее. И 93%. Тут у нас, правда, 98% написано. Ну, тут 93%. Ну, в принципе, классный продавец. Покупать можно. То есть рейтинг у него все в порядке. Самая интересная здесь вкладочка. Это третья. Вот клацаем по ней. И смотрим, как изменялась цена. Вот именно вот эта укладочка помогает нам экономить. И видим, что было 179, потом 179. Потом цена упала до 130. 130 опять 150 поднялась. Потом опять упала до 120. Поднялась до 150. И тут было тоже 150. И по этому изменению цен можно догадаться, что цена следующая должна упасть. То, что вот видите, вот он поднялась, опустилась, поднялась, опустилась, поднялась. И должна опять опуститься. Поэтому, если вы хотите взять этот телефон, то немножко подождите. И цена опять должна упасть на 120 долларов. Вот в чем фишка этого расширения. Как он помогает нам экономить. Вот самая такая вот изюминка. Вот такие вот дофига и не больше. Есть всякие расширения. Вот так вот. Я пока только одно это вот нашел. И плюс еще тут такие вот небольшие, как говорят, плюшки есть. Можно посмотреть видос. Но сейчас видео нету. А если кто-то оставил видеообзор и добавил ссылку в описании, в отзыве я имею в виду. Вот здесь вот отзыв. И если кто-то сюда добавил ссылку на видео, то этот плагин ее подхватывает и здесь высвечивается. Тут может быть не одно, если такой вот товар до этого покупали. Ну, хотя здесь тоже покупают 62 заказа. Но, я думаю, никто ведь обзор не делал. И возвращаемся к первой вкладке. Для чего нужна эта вкладка? Здесь можно добавлять товар и вам будет отображаться цена. Вот там упала, поднялась на тот товар, который вы хотите купить и ждете, чтобы там цена опустилась. Ну, или наоборот поднялась. И чтобы добавить товар вот сюда вот в избранное, нужно для начала зарегистрироваться. Ну, то есть, вот нажмем на этот вот плюсик, чтобы добавить товар в избранное, получать повещение, вкладение цен, зарегистрируйтесь и войдите, используя Alutools. Продолжить. И тут у нас высвечивается форма регистрации. Ну, она тут простая. Насколько я помню, подтверждать, по-моему, даже ничего не нужно. Просто мы вас с паролем вводите и все. И к вам будет приходить уведомление о снижении цен, ну, или наоборот поднятие. Еще давайте немножко пройдемся по настройкам. Смотрите, в настройках у нас показывать панель расширения на всех страницах Aliexpress. То есть, если включить эту галочку, то вот такая вот иконка будет на всех страницах, независимо от страницы, это с товаром, или просто это главное, или какая-нибудь там техподдержка, или еще что-нибудь. То есть, будет на всех страницах сайта она отображаться. Но мне это не нужно. Не знаю, как вам, надо или нет. И потом такая вот еще укладочка показывать блок проверки продавца на странице товара. То есть, если вот ее нажать, обновить страницу, то вот внизу, будет вот такая вот штука высвечиваться. Как у нас вот она высвечивалась, если нажали мы вторую вкладочку, вот, точно такая будет высвечиваться здесь. Вот такие вот проверки продавцов. Очень много расширений, которые вот такое делают. Мне, в принципе, удобнее, когда она у меня вот иконкой внизу высвечивается, чем вот так вот на всю страницу. Не знаю, как вам, удобно или нет, но я себе такое не включаю. А я отключаю. И оставляю только эту вот иконочку сбоку, которую нажимаешь, и вот панелька выезжает. И потом тут уведомление, но это после регистрации. Приходит сообщение в само расширение, и приходит давление вам на мыло. В принципе, такие вот простые настройки. Что еще рассказать вам интересного? Помимо этого плагина, который показывает рост цены, ну и видео, конечно, если есть, здесь вот видео нет, я еще могу проверять продавца. Ну, это, в принципе, можно не проверять, то, что у него тут рейтинг более-менее нормальный. Но есть продавцы, у которых слабый рейтинг. Ну, сейчас давайте какой-нибудь выберем. Вот, например, вот это. У него 4 медальки. Сейчас мы клацнем на нем. И посмотрим, что нам расширение наше выдало. А наше расширение нам выдало, что вообще никакой инфы по нем нет. То, что мало продавец продает. И не на чем сделать этот рейтинг продавца. Мне по чем еще делать. Но, если вы очень хотите купить в это продавца, ну, хотя, конечно, я тоже, наверное, не покупал с таким рейтингом. А ну-ка, цена. И цена была 220, потом упала до 180, 200, 200, 190, 200, 200, 190, и 200. Ну, не знаю, за 200 баксов с таким рейтингом я не покупал бы, наверное, но предположим, что больше не у кого купить этот товар, такой телефончик, а вам вот именно хочется его. И как же проверить продавца, нормальный он или нет. Есть еще такой сайт, который я использую, называется Alitrust. На нем можно ввести ссылку на продавца, и он покажет. Ну, не знаю, покажет он или нет. Я думаю, что они как-то высчитывают это все по одной какой-то инфе, все эти вот расширения. Ну, по идее, должен показать, сколько у него было нормальных продаж, сколько негативно отозвались о его товаре и вообще о нем. И если он там кого-то обманул, там даже оставляют матюки, что вот этот нехороший продавец обманул, продал мне какое-то фуфло, или там типа посылка потерялась, а он деньги не хочет возвращать. Что-то типа этого. Негативный какой-нибудь отзыв почитать можно. Или наоборот, он-нибудь там похвалит тому классный продавец, понравилось мне с ним работать. Итак, значит, что надо сделать? Мы копируем вот ссылку, копируем адрес ссылки на продавца, на имя продавца Клацаем. Переходим на сайт, ссылку я на этот сайт оставлю в описании. И здесь вот в этом поле скопируете вот ссылку на вашего продавца или товар. Вводим ссылку. Кстати, вот видите, есть тоже расширение для хрома, которое рейтинг продавца показывает вот от этого сайта. И жмем проверить. И смотрим. Общая информация, жалоб на продавца матюки никто не писал. И на форуме никто это продавца не обсуждал. Вот, кстати, можно добавить жалобу, но чтобы добавить жалобу, надо зарегистрироваться на сайте. Там, простенько, так, регистрация, ничего сложного нет. и смотрим вот инфа продавца. Вот он, общий рейтинг продавца. Продавец работает 26 июня 2016 года. Вообще свежак, получается, да. Поэтому еще Али Тулс и инфу на него не насобирало. Местоположение, чина и рейтинг. Значит, соответствует описанию 4,8. Общительность продавца 4,8. Скорость отправки 4,7. И тут вообще вот, в принципе, отзывы. Смотрим. Позитивных 105. Всего 174 хороших. 1, все 2. И негативных за месяц 2, за 3 месяца 3, ну, короче, 3 штуки. Ну, в принципе, как бы 174,3 это вполне нормально. Ну, может, там, что-то там с почтой случилось или хрен знает, что там будут 3 негативных отзыва. Может, там не понравился сам телефон, что купили, ожидали что-то другое. Ну, не знаю. В принципе, как бы для меня рейтинг нормальный. Я вот таких продавцов могу купить. Ну, конечно, не за 200 баксов, но, например, там, вот, баксов за 10 могу у такого продавца что-нибудь купить. А за 5 тем более. Также на этом сайте я еще и отслеживаю посылки. Я еще пользуюсь там пару сайтами. Ну, в том числе и вот там штуки-то у меня как бы основных и вот даже как бы можно сказать, что именно вот этот на первом месте. я сначала им проверяю, потом еще там пару штук у меня есть. Но мы сейчас не об этом. Так что используя расширение Alitools и сайт Alitrust, но это для таких для очень новых продавцов, которые буквально недавно открылись, как это 26 июня 2016 года, можно экономить на покупках товара на Алиэкспресс. Я, кстати, ими пользуюсь. Ну, если честно, конечно, не всегда, но если что-нибудь такое подороже, то да, я вот именно смотрю по цене опускалась цена продавца или нет, чтобы не купить по самой дорогой цене, а подождать там скидочку. Так что, если вы еще не пользуетесь этим классным расширением, которое называется Alitools, переходите по ссылке, которая под видео, устанавливайте свой браузер и начинайте экономить на покупках на AliExpress. Кстати, сейчас я включил в настройках первый пункт, который там был, показывать иконку Alitools на всех страницах AliExpress. То есть, вот сейчас главная страница, а иконка снизу у нас показывается. В принципе, все рассказал об этом классном расширении, которое помогает нам экономить. Кому было полезно это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить очередное видео. видео. Субтитры